Часто одного раза достаточно приехать с семьей на отдых в Грецию, чтобы понять, что хочется приезжать сюда снова и снова, или остаться жить здесь, среди вековых оливковых деревьев на берегах Ионического и Эгейского морей. Добрый день, меня зовут Лилия. Я расскажу вам о процессе покупки недвижимости в Греции. Процесс покупки и оформления сегодня необычайно прост и быстр. За 10 рабочих дней можно стать полноправным владельцем греческой недвижимости. Комплект документов минимален. Необходим действующий загранпаспорт и действующая виза в Грецию. Говоря о документах, сразу же скажу, что необходимо для открытия счета в Банке Греции. Это, опять же, действующий загранпаспорт, действующая виза в Грецию, справка с места работы и форма НДФЛ. Все. При оформлении греческой недвижимости россияне проходят следующие этапы. Составляется генеральная доверенность у греческого нотариуса в присутствии аккредитованного переводчика. На основании заверенной доверенности уполномоченному адвокату даются все те поручения и полномочия, которые необходимы для заключения основного договора купля-продажи греческой недвижимости. Для того, чтобы освободить покупателя от прохождения всех необходимых инстанций и бюрократических препонов. Адвокат открывает ИНН в налоговой инспекции, а также вместе с покупателем открывает счет в греческом банке. Адвокат проводит детальную правовую проверку в государственном реестре недвижимости относительно конкретного объекта на наличие каких-либо обременений, залоговых удержаний и проводит идентификацию договоров и прочее. Результаты проверки передаются покупателю. В отделении налоговой инспекции адвокатам передается декларация о налоге на передачу недвижимости. Ставка этого налога в настоящее время установлена в размере 3,09% на объекты от застройщиков, имеющих разрешение на строительство до 1 января 2006 года и 24%, если разрешение на строительство выдано после этой даты. Если вы приобретаете вторичное жилье у собственника, то ставка будет также 3,09%. Обе стороны подписывают основной договор в присутствии нотариуса и переводчика, который затем регистрируется в реестре недвижимости. Покупателю после подписания основного договора вручается полный пакет документов, заверенных и переведенных на русский язык, а также прилагаются регистрация недвижимости, сертификат энергопотребления, план объекта недвижимости и топографический В следующем видео я расскажу вам о выставке зарубежной недвижимости, которую я недавно посетила на Тишинке. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и не забывайте включать оповещения о новом выпуске. Пока!